привет всем сегодня понедельник 21 января 2019 год меня зовут максим журавлев вы смотрите обзор курса рубля и рынка нефти но и золото соответственно как обычно начинаем с информации с новостей значит но начнем с того что появилась информация на рейтер си в частности о том что китайская экономика показывает замедление за по итогам 4 квартала 2019 18 года при том вот одним из основных индикаторов оценки экономики экономического роста китая это ввп валовый внутренний продукт так вот он показал прирост всего на 64 процента по сравнению с третьим кварталом 6 где он показал 6 с половиной процентов значит вот эта информация она ну там много на эту тему было написано в общих вкратце в суть в том что естественно в первую очередь это связывается торговой войной которая развязана между сша и китаем но обращается внимание что и до торговой войны уже появлялись признаки некоторого замедления то есть такого не коннектор приостановки дату этот пар был охлажден вот значит разумеется что при наличии такой информации многие значит инвесторы эксперты они конечно же опасаются продолжение вот этого нисходящего тренда что конечно же негативно сказывается в целом на мировой экономике поскольку китай он являет занимает но наверное может быть одну треть мирового роста до в целом показывает то есть если замедляется экономика китая то мировая экономика она по сути включает себя одну треть китайская то есть существенный показатель вот но при этом кстати значит эксперты ожидали более сильного падения поэтому тут вопрос неоднозначный то есть ожидается ослабление падение экономики но не такими темпами которые по факту показались лучше далее поехали но у нас была информация под бейкер-хьюз это стандартная статистика по количеству буровых установок минус 22 единицы 21 прошу прощения единица бурых установок сша то есть буровые установки сократились но опять-таки комментарий на это что такие что сокращение буровых связано с падением октябрьским падением цен на нефть это конечно же некоторые позитив для рынка тем более добавляем сюда усилия опек плюс поэтому это некоторые аппетиты подогревает на котировки нефти в частности но тут не то что мы выше с вами говорили ожидание падения экономики китая то есть это негативный фактор для рынка нефти сокращение поставок добычи в данном случае мы расцениваем как позитивный поэтому некоторый такой вот чаша весов перед нами является да стоит и мы с вами только лишь наблюдаем с каким перевесом чего куда пойдет но и такие вот новости это даже скам не новости это просто такая вот выдержка из разных источников я эту тему подчеркнул значит многие эксперты говорят что если не будет никакого внешнего негативного фона то в настоящее время пока рубль будет укрепляться это конечно же для всех держателей доллара особенно которая доль дороже купили это такая не очень приятная новость но не забывайте что мы с вами находимся но условно говоря вновь на рынке да на финансовом рынке финансовый рынок может показывать любые выверты любые любые ситуации любую ситуацию может нам продемонстрировать есть такое понятие многим из вас знакома черный лебедь у нас конечно же санкции до санкционная тематика она такая достаточно актуальная и многие держатели долларов я просто это знаю и знаю по опыту общения с этими людьми которые просто напросто ждут какого-то вот такого знаете негативного фона раздражающего типа как санкции и так далее так далее и чтобы для того чтобы рубль ослаб как можно дальше улетел доллар но пока что ситуация не складывается в эту пользу поэтому вот мы наблюдаем но нефть марки бренд у нас торгуется в настоящее время а время у нас московская ну будем говорить без 10 часов 8 утра вести минут значит стоит 4 177 рублей в любом эквиваленте то есть немножечко подрастим подросли по цене но выше 4000 мы так и продолжаем торговаться так но по закрытым по открытым сделкам позиция значит обращаю ваше внимание что в пятницу у нас очень много очень много ну по крайней мере по сравнению до с предыдущими днями сильно сократились короткие позиции то есть профессиональный участник по сути дела вышел из короткие позиции по отношению к рублю и просто напросто ушел с рынка и при этом незначительное увеличение длинных позиций то есть вот эта ситуация она пока нам не может прямо вот знаете ярко говорить о том что все вот поставили на доллар с рубля уходит просто закрыли позиции но в руб доллар пока не вошли в длинную позицию поэтому сегодня может быть но не уверен конечно сегодня день праздничный день в америке насколько я помню сша день матера матера лютера кинга извиняюсь неправильно выговорил но суть в том что они сегодня не работают мартин лютер кинг извиняюсь вот так вот правильно значит далее поехали значит по графикам посмотрим но что здесь у нас смотрите с одной стороны да мы сами увидим увеличение позиции объемов прошу прощения увеличение объемов такой роста но при этом мы сами видим что цена то есть спред так называемый свечи свечи или бара да кто как смотрит рынок она у нас не увеличивается поэтому здесь мы с вами формально подошли вот к такому некоторому сопротивлению дал в район это по евро да это евро рубль у нас в район там 75 значит рублей за 1 евро поэтому здесь в целом но вот я так полагаю напрашивается коррекционное движение я не исключаю что даже вот на этой неделе мы с вами будем работать против рубля расти да то есть я думаю что мы здесь какой-то отбой должны показать либо вот будет найти такое узко волатильное движение там можем там даже в моменте до 77 прыгать теперь 75-77 но здесь конечно пока вот при этой ситуации вот такой на более локальную перспективу все-таки ну я бы не не торопился да вот какие-то покупки делать я имею ввиду евро потому что мы можем быть постоять постоять потом не исключая пробить вот эту нижнюю границу и уйти в тот коридор о которых мы с вами говорили на прошлой неделе поэтому здесь пока она никаких действий совершать не надо если вы например в рубле сидите то есть посмотрим но пока вот такая картинка что касается доллара здесь тоже смотрите у нас тут тоже определенно непонятия есть вот этот вот значит район 66 рублей мы вот его никак не продалеваем да то есть формально у нас есть прода покупки но продажи пока более преобладает поэтому я не не исключаю что да вот мы будем здесь опять таки тоже какой-то возможно отбой показывать до локальный в целом коррекционное движение но вот я веду в рамках там торгового дня двух дней она не исключено но здесь конечно все-таки пока все смотрит в сторону укрепления российского рубля то есть для нас есть определенный предел да вот район 66-65 это вот таки знаете ключевые цены и при пробитии вниз которых тут уже однозначно будем говорить что у нас хорошие продажи пошли и идем конкретно на укрепление рубля то есть пока еще вот такая вот возня она у нас продолжается но сегодня день будет такой я думаю что не не совсем такой показателя да поскольку сша по крайней мере не работает но на этой деле я думаю будет какая-то развязка здесь решена до куда мы конкретно уже будем двигаться но пока что все-таки здесь все смотрит в сторону укрепления российского рубля потом здесь будьте пока аккуратнее что касается золото но по золоту мы так вот этот отметку сопротивление не преодолеваем до район там 1300 за унцию формально мы идем в общем-то на коррекционное движение но мы они много раз говорили поэтому здесь пока я ничего нового не вижу то есть коррекционное движение но я полагаю будет продолжена но это будет в рамках только коррекции поэтому здесь на глобальную перспективу все-таки рост золото он более рисуется нежели укрепление падения посмотрим как дальше будет развиваться ситуация что касается нефти по нефти у мы опять-таки до наращиваем цену вверх потихонечку более-менее начинает вырисовываться такая ну условно говоря перевернутая голова и плечи как мы много раз они говорили поэтому случае пробоя до значения давайте так определенно сделаем 63 доллара за баррель так на хорошем объеме такой сильным про походом вверх то наш целевой уровень следующий будет ну как мы уже говорили ну давайте так прикинем 70 72 вот примерно да вот в этом значении мы с вами будем торговаться вопрос когда это будет на этой неделе либо там не знаю на следующей неделе но но еще раз говорю то есть по технике если мы пробиваем вот это значение то мы сюда будем стремиться пока что настроение больше на покупки по нефти нежели на продаже значит ситуация выглядит на сегодняшний день вот таковой начало недели посмотрим как сегодня по торгуемся завтра и поэтому уже будет более-менее понятно на сегодня пока все спасибо за внимание подписывайтесь на канал оставляйте комментарии и следите за ситуацией до свидания